Депутаты перешли на усиленный режим работы. Дело в том, что на время отсутствия мажелиса, который был распущен на прошлой неделе, его функции должен исполнять Сенат. И вот сегодня, после того, как избрали председателя, а новички приняли присягу, Верхняя Палата Парламента провела свое первое заседание в новом составе. Что сказал депутатам глава государства и кто в итоге стал спикером Сената, расскажет Азиза Исабай. С минувшего вторника, когда в начале недели в числе освобожденных от сенаторских должностей оказался председатель Верхней Палаты Маулен Ашимбаев, а затем президент вновь назначил его депутатом, место спикера оставалось вакантным ровно до сегодняшнего дня. Как и положено по закону, глава государства лично пришел в парламент, чтобы предложить на суд наполовину обновленной Палате сенаторов кандидатуру председателя. Касым Джумар Токаев выдвинул все того же Маулена Ашимбаева, которого коллеги-депутаты поддержали единогласно. Но прежде чем выдвинуть кандидатов спикера Верхней Палаты Парламента, глава государства еще раз напомнил сенаторам о чрезвычайной общественно-политической важности ближайшего времени. Ровно неделю назад распущен мажилиз и объявлена дата досрочных выборов, которые и должны стать завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Переход на смешанную модель формирования мажлиса и маслехатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед. В то же время у Сената выборы и назначения новых депутатов уже за плечами. А сегодня палата обрела спикера и начала полноценную работу, что называется, за двоих. Согласно Конституции, в период временного отсутствия мажлиса из-за досрочного прекращения его полномочий, Сенат выполняет функции парламента республики по принятию законов, в том числе и конституционных. Законотворческий процесс не должен останавливаться до избрания нового состава мажлиса. От самого нового состава мажлиса президент Тукаев ждет прежде всего здоровой политической конкуренции и плюрализма мнений. Но это не значит, что все отечественное общественно-политическое пространство должно превратиться в поле ожесточенных словесных баталий, безрезультатных дискуссий и пустых популистских лозунгов. Наш принцип – разные мнения, но единая нация не зыблен. В то же время критика власти не должна быть огульной, она должна основываться на конкретных фактах. Любым проявлением политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Тукаев заявил, что на предстоящих выборах равные условия будут предоставлены всем партиям. И это должно не разделить, а объединить страну. Ведь здоровый плюрализм мнений, по словам президента, дает государству возможность развиваться эволюционным путем. Мы все живем в одном обществе, в одном доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны. На все это главе государства хватило около четверти часа, после чего он покинул сенаторов, чтобы новички смогли спокойно принять присягу. И уже после обеда, осознавая груз двойной ответственности, депутаты Верхней палаты парламента провели свое первое пленарное заседание в новом составе.